Ребята, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. У нас сегодня с вами романтик. В романтичной посиделке. Хотела с вами поговорить про наше будущее, про наше будущее как семьи. Сейчас у костра будем решать наше будущее. Да, и вообще будущее мира. Мы в домик заселяемся или нет? Просто, блин, это настолько... Я просто понимаю, что наша глава жизни в Сан-Франциско, она подходит к концу. И я помню, как мы приехали в Сан-Франциско в 2016 году, когда мы поселились у нашего друга, который дал нам апартаменты в этом суперсовременном доме, где бассейны, спортзалы, и мы такие, вау! Там не был бассейн, но... Ну, джакузи. Ну, сейчас мы живем с бассейном. И когда вот это ты встречаешься с людьми, и вдруг ты... Мы жили так с 2016-2020, да, вдруг в 2020-м в доме закрываются все бассейны, спортзалы и так далее. Ты не можешь встречаться с людьми. Ты, в принципе, не можешь пользоваться городом, и у тебя маленький ребенок, ты задаешься вопросом, а что я тут делаю, почему я не вот как мы сейчас, да, на траве сижу, на океан смотрю. И, в принципе, ну, как бы мой стиль жизни, он сильно не изменился, да, потому что все равно, ну, то, что мы делаем, это все из дома, Lingva Trip удаленный, вот, и мы решили... Работает удаленно, беть, сын, да. Работает все удаленно. И мы, в общем, решили, что да, это летом мы пробуем путешествовать, ну, либо по Америке, либо доедем все-таки до России. По квартире. По квартире, по комнате. Я думаю, что когда мы вернемся с наших путешествий, сентябрь или октябрь, в идеале я бы переехала в Кремниевую долину, потому что хочется оставлять такой же стиль жизни, что мы все-таки надворкаем с людьми, да, и мы в предпринимательской атмосфере, но в то же время, чтобы у нас была природа, чтобы Эмили могла бегать по травке. Короче, как тут, только с инвесторами, так можно сказать. Как в Малибу, только с инвесторами? Да. Да. Ну, я не знаю, мы жили уже просто в долине с тобой полгода в 15-м году, и было очень скучно. Я думаю, что мне было очень скучно, потому что отчасти, что тогда я английский знал намного хуже, чем сейчас. И вот, кстати, почему, ребята, очень важно знать язык. Мне каждый раз было с кем-то выйти, куда-то сходить, поболтать таким напрягом, и я не всегда себя перебарвал. Ну, вот, поэтому, может быть, сейчас в этом плане будет намного прикольнее, потому что у меня уже, ну, без разницы, там, с русскими, с иностранцами общаться. Но все равно, я не знаю, мне кажется, вайп в Сан-Франциско нравится больше. Мне кажется, самый лучший вариант это Пресидио. Есть такой район в Сан-Франциско. Ты в самом центре, но в то же время ты в парке живешь, то есть там как в долине. Ну, там, чтобы сохранить наш уровень жизни, нам нужно реально 15 тысяч долларов в месяц выкладывать. Ну, чтобы у нас был примерно тот же... Да, там очень дорого. Да, потому что, ну, понятно, там как бы не строят таких высоких домов, как где мы сейчас живем. Поэтому за все хорошие квартиры, либо ты плачешь там 15, у нас, друзья, по-моему, за 21 тысячу снимают квартиру красивую. А если ты находишь какой-то супер-мега-выгодный дил за 8 тысяч долларов в месяц, ты соревнуешься с еще 10 семьями, потому что там хорошая школа, да? И чтобы ваши дети бесплатно пошли в школу, вам нужно иметь квартиру в этом районе. Если что, кстати, лайфхак, ребята, обязательно готовьте классную, сочную презентацию про вас. Да, у нас уже есть. Если вы приезжаете и куда-то подаетесь на дом, пускай он даже дорогой вам кажется. Да кто за такие деньги вообще будет снимать? Еще 10 семей. В Кремниевой долине это вообще изи просто. И еще предлагайте на 400 долларов больше, мне тут посоветовали после того, как мы пару домов упустили. Вот. Если ты живешь в другом районе, где плохие школы, то частная школа Сан-Франциско стоит 30 тысяч долларов. И ты задаешься вопросом, может быть, эти деньги лучше инвестировать там, ну, не в покупку дома, потому что тоже смешные деньги для покупки дома в долине, но хотя бы более прикольную аренду в более прикольном месте. В общем, короче, в октябре у нас будет сложная задача, потому что в целом в долине, чтобы получить что-то сопоставимое уровне, как и здесь в Малибу, это вообще нереально, это будет стоить там 30 тысяч долларов в месяц. Поэтому, что мне сейчас нравится очень в нашем здании, в котором мы живем в Сан-Франциско, что ты живешь там в 100-метровой, там 120 метров квартиру условно, но получаешь за эти деньги намного больше площади, потому что там очень много вот этих common areas с бассейнами, с залами, с бизнес-центром, с кинотеатром и так далее. И это очень круто. А когда ты переезжаешь в дом, у тебя есть только то, что у тебя есть в доме, у тебя, скорее всего, нету там нормального бассейна, нормального зала, нормального кабинета, там разных переговорок, что мне не нравится в переезде в долину, ну и в дом вообще. Но, ребят, кто работает удаленно, кто стал работать удаленно, вам реально лайфхак на это лето. Если в вашей стране нету такого, что вы не можете выходить из дома, то что в Америке ты, в принципе, можешь выходить и куда-то ездить, и краткосрочная аренда в некоторых графствах, counties, не знаю, как правильно переводить, работает, вот, то если у вас есть возможность просто попробовать жизнь в других местах, потому что, на самом деле, как мне кажется, мы входим в такой период, когда многие компании сейчас, за время этого кризиса, осознают, что, хм, а очень-то выгодно держать сотрудников удаленно, потому что надо платить за офис, надо платить за еду, не надо там менеджить этот офис-спейс. Каждая работа своего дома, Да, вот с этим я согласен. Мы LingvaTrip'ом уже давно поняли, что сейчас с момента основания компании, что плюсов быть удаленной командой намного больше, и главный плюс, на мой взгляд, что ты можешь нанимать талантливых ребят по всему миру, и ты не привязан к тому, чтобы убеждать их, если надо переехать, потому что если у тебя есть офис, допустим, в Москве, а ты нашел какой-нибудь талантливейшего парня в Киеве или еще где-нибудь. А у него там семья, он в Киеве переедет. Да, и он как бы не готов переезжать, и ты не можешь уже его схантить. А так ты можешь, вообще, ты flexible, и это очень просто. Да, мне кажется, у многих, потому что у нас тоже был такой момент, что мы нанимали кого-то, ну, собеседовали, говорили, вы хотите удаленно работать? Они говорили, нет, не хочу, я привык к офису. А сейчас многие, мне кажется, и сотрудники поменяют свое мнение, поймут, что, ну, из дома это тоже, может быть, есть какие-то фишки в офисе, которых не хватает, но из дома тоже клево. Вот, поэтому мой совет вам на это лето, если вы можете путешествовать, попробуйте, потому что все, кто владеют домами, которые такие отпускные дома, дачи и так далее, по крайней мере, у нас здесь в Штатах 50% скидка. Мы просто можем жить в домах, которые сдаются за 50 тысяч долларов. Сегодня видела дом за 50 тысяч долларов, в Ньюпорт-Бич сдают за 10. И это очень круто вам позволяет реально менять как-то картинку, и у вас в голове, там, вы смотрите совершенно под другим углом на какие-то вещи, на которые вы раньше смотрели, у вас идет какая-то там глобальная какая-то вижен, мысли, идеи появляются. В общем, это очень полезно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вырывайте себя из обыденности, добавляйте больше красок в голову, чтобы у вас появлялись новые идеи. Чем больше разного экспириенс у вас, тем лучше. Ребята, если кто-то нас смотрит, у кого был опыт переезда из квартиры в дом, пожалуйста, напишите внизу в комментариях, как у вас это прошло, как вы перестраивались, какие у вас с этим связаны проблемы или наоборот какие-то инсайты. Будем ждать ваших комментариев, потому что для нас это... Ну, мы никогда в жизни не жили в доме. 30 лет нам. Квартирные ребятки. Что в Питере, что в Сан-Фране, да? Всегда в квартире. Ну да, не считай. Я в деревне жил на даче каждое лето, но... Я нет. Да, спасибо большое, что смотрели это видео до конца. Всем привет! Подписывайтесь на канал. Встретимся с вами в следующих видео. Пока!